Предупреждающая сирена Античеловек 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 Инцидент Щелчками, хорошо? Голова кружится? Тебе опять тошнит? Отлично Ты видишь эти вещи? Огни Не забывай дышать Я здесь, ясно? Я зашла слишком далеко Спасибо Раньше ты все время побеждала меня Я тебя побеждала? В беге На перегонки, но уже не побеждаешь Как ты сейчас? Не видишь ничего лишнего? Трудно сказать Все это кажется мне реальным А огни, они исчезли? Нет, огней нет Это хорошо Мэгги Когда мы бежали, ты говорила Нет Ты опять что-то слышишь? То, о чем доктор нам говорил Скажи мне Я и так все знаю Если ты уже все знаешь Зачем мне говорить это? Я знаю, что это случится Но не знаю когда Может уже случилось Типа прямо сейчас? Все происходит практически сейчас Не в эту секунду, конечно Но в целом в эти дни Ясно? Хорошо Я лишь хочу помочь Я знаю Что это значит? Это значит, что я это знаю И ты помогаешь мне, правда? Хорошо Говори по-английски, ладно? Ты же знаешь, я вашего так и не выучила Мэгги Прошу, не говори это Мне жаль насчет твоей матери Ты не обязана это говорить Но мне правда очень жаль тебя Не надо больше это говорить Я еще ни разу не говорила этого Не так, как нужно, а должна была Пока все еще есть время? Да ладно, я не в этом смысле Но это не в другом смысле, правда? А она знает? Кто? Подруга Эвери Она знает обо мне? Думаю, да Наверняка Эвери рассказала ей И она твоя подруга тоже Иначе ее бы здесь не было Мы друг друга не знаем Еще успеете Думаешь, у меня есть время? Я не хочу грубить Я просто спрашиваю Это важно для нее Как и для всех нас Для тебя? И для Эвери тоже Для Эвери тоже Я знаю Ты могла бы дать ей знать Сейчас? Да, не вижу, почему бы и нет Сделаю это, когда они подойдут Ладно Мы идем к вам Ладно Она в порядке? Ты в порядке? Выглядит вроде неплохо Она хотела палатку И получила ее Она в порядке Это не всегда хороший знак Это длится недолго Слушай Давай уточним, что нам известно Мы знаем, что это будет ужасно Когда случится Мы знаем, что тебе будет грустно И ты знаешь, что мы знаем Что я буду заботиться о тебе Мы ведь это знаем Не так ли? А теперь перечислим все то, чего мы не знаем Например, Мэгги и правда идет в сторону палатки Понимаешь? В сторону вещи, которая убережет нас от холода В палатки Поэтому я и должна идти за ней Да Тогда до скорой встречи Не знаю, как Мэгги воспримет это, когда оно случится Она обожает ее Ей придется смотреть, как та умирает От той же болезни, что ее мать Тем же образом Подумай, каковы шансы на это? Я просто не знаю Мама Мэгги развалилась на куски Начала видеть вещи, слышать голоса И говорить с черными углами комнаты Как будто там были люди Ругань и шепот Хотя Мэгги не было там, когда это достигло пика Мэгги рассказала тебе об этом? Нет Мэгги, ей некому рассказывать Иначе она бы не рассказала Забавно, да? Посмотри на Мэгги Она ходит и ищет, но что-то никак не складывается Как будто что-то мелкое застряло в уголке твоего глаза Она просто перестала существовать Даже не знаю Но спасибо, что приехала Ради меня хотя бы Да, ради тебя И не за что К тому же приятно уехать подальше от всего, что обсуждают по телевизору, правда? Не знаю, как я буду помогать Пэгги, как Пэгги помогала ей Я не очень хочу этого Но, наверное, придется Ну, ты должна Что-то вроде того А сколько осталось-то? Думаю, со дня на день Наверное, ей осталось недолго Нет, я имела в виду, сколько нам еще идти То, чего мы не знаем, часть третья КОНЕЦ КОНЕЦ Возьмите палатку Установите ее вон там Я знаю, тебе больно, но все хорошо Сейчас мы поставим палатку Поставим ее как надо А потом зайдем внутрь И нам будет тепло и хорошо Думай о будущем Думай о будущем Все хорошо Все хорошо Вдыхай и выдыхай, ладно? Тебе больно, но все будет хорошо Мы поставим палатку Заберемся внутрь И хорошенько отдохнем Думай о будущем, Мэгги О том, как будет круто О запахе костра, которые мы разведем О том, каким теплым будет воздух Отправься в будущее, Мэгги Думай Подумай о звуке дождя Парда еще на палатку Это будет приятная песня Умничка Продолжай дышать Вот так Вот так Ты начинаешь нагонять будущее Ты почти на месте Давай Дыши Отлично Ты догнала будущее Молодец Все хорошо Ты его догнала Это же было не сильно сложно, правда? Нет, это не сложно У меня получилось Все хорошо Я сейчас вернусь Это дождь, Пэк Он идет Мне нужна помощь с палаткой Ты понимаешь, как ей тяжело? А как это связано с дождем? Понимаешь, Эвери? Ну, конечно Конечно, понимаю Нам всем тяжело Ей тяжелее всех Ну да Но нам все равно непросто Можешь хотя бы немного помочь? А что я, по-твоему, делаю? Я уже помогаю тебе И очень даже не слабо Именно ради тебя я согласилась на это Странное паломничество Кэт говорила, что это странно И она права Это странно Надо было все отменить, когда мы узнали, что Терминальный, как его там, вернулся Диагноз Ты меня поняла Это слово «диагноз» Дело не в этом, Пэк В том числе и в этом А в чем главный смысл? Не знаю, ты мне скажи Может, ей не следует быть тут Может, ей не место на этой Тропе памяти Или что это такое Может, тебе не стоит поощрять ее Все, что нужно сделать в доме Может сделать кто-то другой И в другое время Потому что Пэк Это не может сработать Как будто нет будущего, Пэк Она должна быть дома Она хотела, чтобы мы пришли А по ее поведению незаметно, правда? Ублажать наши чувства не ее задача А я этого и не просила А что ты просишь у нее? Я не знаю Я не знаю, что мы должны спрашивать Не знаю, что мы должны делать Что мы должны предлагать так близко к концу Я думаю, именно это мы и должны делать Помочь привести в порядок то, что они хотят Водить туда, где они хотят быть Готовить то, что они хотят есть Именно это и нужно делать Слушай, она хотела прийти сюда до того Она хотела прийти сюда Это ей помогает Ей нужен тот, кто будет заботиться о ней А не потворствовать И не все время Этого времени осталось немного, не так ли? Нет Совсем немного Слушай, знаешь что? Все это время, пока ты спорила, ее тошнило там А я пыталась поставить эту палатку Так что помоги или ей, или мне Давай, бег Палатка скоро будет готова Вот так Все в порядке Я как-то слышала, что на Земле есть по две ядовитых бомбы на каждого человека Думаешь, это правда? Думаешь, это правда? Не знаю По-моему, звучит очень правдоподобно Не так ли? Думаю, да Глупо, что бы сделать это, хватило бы всего одной Последнее, что тебя должно волновать, это новости А мне есть о чем еще волноваться? Я не это имела в виду, и ты это понимаешь Да, понимаю Но разве это лучший способ провести оставшееся время? Как мы должны потратить время, если его осталось мало? Хотя, наверное, оно всегда ограничено Мы просто не знаем, насколько ЗВОНОК В ДВЕРЬ Завтра все будет хорошо, правда? В каком смысле? Мы ведь идем к старой лечебнице, верно? Там нет никаких болезней, там лечат голову И что? Это необычное место Она жила там? Ну да Со своей мамой Она жила там, когда была маленькой девочкой? Пегги многое мне рассказывала, но далеко не все Они познакомились на драмкружке и сразу подружились Пегги научила ее говорить по-английски Она научила ее, можешь представить? Она, конечно, англичанка, но... А до этого она не знала английский? Нет Ну, она уловила пару фраз по радио Могла покупать билет, садиться на поезд, но можешь представить такое? Нет Нет, не могу Мама Мэгги не хотела, чтобы она понимала пациентов или то, о чем говорят санитары И она просто выбрала другой язык Выбрала другой язык, чисто для них двоих Хочешь? Выпить хотите? Я не откажусь Ее мать была англичанкой? Язык был выбран не из-за страны, а для того, чтобы хранить секреты Иногда мне кажется, что все дело в этой странной медсестре Но я даже не хочу думать об этом Особенно тут, в темноте Я не хочу этого знать Тут, в темноте Ну, ладно, думаю, с меня хватит Доброй ночи, девочки Мама Мэгги была медсестрой лечебницы Главной сестрой Старшей медсестрой или как там Доброй ночи, Мэгги Это тебе На удачу В общем, Мэгги жила там с матерью Когда была ребенком Никто из персонала там не жил Мама Мэгги настаивала на этом И никто не осмеливался ей перечить Там были только Мэгги, ее мать и пациенты Ко Мэгги просто не ушла Вскоре после этого лечебница закрылась Но даже после этого мама Мэгги жила там В полном одиночестве Жила там до самой своей смерти Отца в их жизни не было Рядом с ними вообще не было мужчины А она могла Она понимает все это Мы никогда это не обсуждали Но у нее нет никаких секретов от Пэгги Так что она наверняка знает, что я знаю И теперь, наверное, что и я знаю Скорее всего Но это еще далеко не все Мне не по себе Думаю, она не против, что ты знаешь Нет, в смысле Мне как-то не по себе Мне не здоровиться Ой, извини Все нормально Это был трудный день И я выпила Она смотрела из окна своей спальни И видела этих людей Всех этих сумасшедших Смотрящих в ее окно Смотрящих на нее Всю ночь напролет Боже мой Ладно, не буду Прошу тебя Хорошо Мы перестали смеяться, правда? Да Да, кажется, что перестали Вся наша жизнь Это просто ужасная шутка Готовящая нас к этому ужасному панчлайну Я хочу почувствовать что-то другое Мэгги Что? Это смешное замечание? Нет Или бессмысленное? Может быть А что не бессмысленно? Это Мы надеемся Пэгги, я не смогу это сделать Не смогу Не смогу Не смогу сделать это сегодня или завтра Я не хочу делать то, что должна сделать Или послезавтра, или послезавтра Мэгги, Мэгги Нет Разве ты не видишь, Пэгги? Я не способна Почему это не уходит, когда я говорю нет? К этому надо быть готовым Я не готова И я никогда не была готова Послушай, ты не можешь накручивать себя сегодня Просто не можешь Быть может, оплакивать Это не очень хорошая идея Может, я не потеряла ничего, что стоит оплакивать Я не знаю, осталось ли что-нибудь здесь Что-нибудь внутри меня У меня есть мысли, но я не знаю, где мое место в них И вообще, есть ли я там Может быть, мне вообще не о чем тосковать Или скучать Или оплакивать Будет только одна пустота Ожидающая, когда ее заполнит что-то лучшее Пустота – это ведь не всегда плохо, правда? Когда я встречалась с врачом И он сказал, как мало времени у меня осталось Он стал искать файл моей мамы Чтобы сравнить с моим Но его там не было Там была одна лишь пустота Я начинаю уступать место пустоте Но чем же можно заполнить пустоту? Мэгги Дождь прекратился Дождь прекратился Соловей А это дрозд, верно? Это он Тебе нравится этот звук? Нравится Тебе тоже? Мне тоже А это кто? Его здесь быть не должно Его не должно быть тут Это бродяга Его не должно быть здесь, Пэгги Не должно И все хорошо Все хорошо А помнишь, когда нас посадили за одну парту в классе И мы узнали, что у нас одинаковое имя И решили поменять то, как нас называли на всю жизнь Я это помню? Да Так что это не потеряно Это еще не пропало Но если ты снова расскажешь эту историю после Впоследствии Это уже будет неважно, правда? Сейчас, Мэгги Дай подумаю Как называется первая пьеса, в которую мы играли? Я не знаю Подумай Не знаю Скажи сама Сфокусируйся Ты сможешь Просто скажи мне Не волнуйся Ты вспомнишь Думаю, теперь надо поспать Что скажешь, Мэгги? Поспим немного Я включила радио, чтобы не было одиноко Доброй ночи, Мэгги Доброй ночи, Мэгги Доброй ночи, Мэгги Мэгги Доброй ночи, Мэггги Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это могло случиться еще раньше. Если это и правда случилось, нельзя оставаться тут. Надо уходить. Ты не можешь бросить нас. Мы здесь только из-за тебя. Мы здесь из-за нее. Пожалуйста, прости меня, Господи. Прости меня за все. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...